Венеамин Арзамасов С Арзамасовым связаны первые еврокубковые сезоны, и по сей день наш герой в «Динамо». Не мистика, но факт. Первая игра минского «Динамо» состоялась в Смоленске, и футбольная биография Арзамасова также берет свое начало в этом городе. Смоленск Я в Смоленске играл в классе «Б» после окончания института физкультуры. К нам частенько приезжали на товарищеский матч ветераны Москвы. Один из тренеров этой команды после матча в Смоленске позвонил своему другу Севиду и говорит, я знаю, что ты сейчас комплектовываешь команду, а накануне в 62-м году «Динамо» там занял 19-е место. Вот я тебе советую посмотреть паренька из Смоленска, играет правым защитником. Вот такой цепкий, подвижный. В 62-м году, там в конце года приезжает в Смоленск ко мне администратор Искорка Вилли Антонович и говорит, что Сан Саныч, хочешь, чтобы ты приехал посмотреть, как подойдешь к команде или нет. Я так подумал, посоветовался с женой, значит, и отказался. Отказался почему? В 62-м году я женился, и мне впервые в Смоленске футболисту выделили однокомнатную квартиру. Вообще, мы были с женой счастливы на седьмом небе. Это первая причина. И вторая, я думаю, ну, заиграю, не заиграю, я паренек со Смоленской, там, знаете, все. Короче говоря, отказал тренеру. Потому что, если бы я согласился, мне надо было сдать квартиру. Только после этого, значит, поехать в Минск. Ну, и он уехал так, все. Через месяц он приезжает опять. Говорит, я опять с этим предложением. Но поскольку, значит, у вас вот такой квартирный вопрос, значит, чтобы вы не беспокоились, он мне показывает ключи. Говорит, вот ключ от однокомнатной квартиры, она ваша. Ты можешь заиграть, не заиграть, но вы остаетесь в Минске. Ну, с Арзамасовым и Адамовым мы пришли вместе в 63-м году. Он чуть попозднее. Чуть попозднее, там, на несколько месяцев. Сивитов что-то заметил мне такое, что ему именно нужен такой вот игрок на футбольном поле, который очень хорошо выполняет оборонительной функцией. Так получилось, что я вот в этом 63-м году сыграл во всех 38-х матчах и без замены, и играя полузащитником. Вы представляете, да. Я, наверное, может, какой-то личный рекон для себя установил, даже не знаю там. Это вообще редчайший случай такой. Чисто по человеческим качествам он очень устойчивый, порядочный человек. Понимаешь? Большой ответственности. Большой ответственности. Вот. И с точки зрения и учебы, и отдачи тренировки. Вот он единственный, я всегда удивлялся и брал с него пример. Хотя мне до него в этом отношении всегда было далеко. Вот он делал зарядку, еще до того, как мы выходили всей команды, он уже зарядку делает. Он уже что-то делает. Он и сейчас продолжает зарядку делать. Мама была казачка, она всегда такая была худощавая, подвижная. Наверное, может, оттуда. Но в основном это, конечно, образ жизни. У меня вот с детства там, я все время как бы вот в спорте, в разных уровнях там и так далее, и так далее. Все время. Я же говорю, я вообще играю во все игры. Ну, понимаете, жизнь меня научила. Раньше, вы знаете, такой был, как лапта. И играли без проблем там. А знаете, игра такая интересная там. Все, и городки там. Ну, нет такой игры, которой я была. И, конечно, это тоже сказывается. Но самое главное сказать, когда я был футболистом, я очень был режим... Я был самый режимистый парень в команде. И в Смоленске, и здесь, и в Динамо. Я никогда не позволял себя, чтобы там уже что-то такое, переборы там и так далее. Учитывая, что я не такой уже там хорошо технически подготовлен там, потому что некоторые игроки могут там позволить, а потом за счет техники как-то там продержаться. У меня этого не было. Я вот только хорошая физическая подготовка. И вот этому я всю жизнь придерживаюсь. Вениамин Арзамасцев родился в 1937 году в семье военного и сам хотел пойти по стопам отца. Однако судьба распорядилась иначе. Но дисциплина, заложенная с детства, повлияла на становление нашего героя. Родился я в Хабаровском крае в семье военнослужащего. Естественно, на одном месте жили недолго. Колесили по всему Советскому Союзу. Я, наверное, где-то как минимум 4 школы поменял. В части жил военный и под Могилевым. То есть вот союза колесили. Последние два года, 9-10 класс, я жил в Починке, там военная часть стояла. И я поездом рано утром добирался до Смоленска и там заканчивал 10 классов. О детстве папа мало говорил. Во-первых, оно военное. Может быть, как-то воспоминания не очень такие хорошие. Но вот его сестра, моя тетя, рассказывала, что дед служил на войне, и папа был большой шалопут. Окружали его женщины, и он был центр внимания и безобразничал. Как результат, дедушка его забрал, и он жил при военной части. Это перевернуло его жизнь. Перевернуло в плане воспитания, интеллигенции, дисциплины и так далее. И тетя рассказывала, что когда он вернулся, это был совсем другой человек. Его никто не узнавал. Отец был военный, и было еще у меня два дяди. Один был моряк, один был летчиком. И вот когда они приезжали в отпуск, вот такие нарядные, там все девчата за ними бегали, они красивые, статные были. Мне это очень нравилось. Мне первое было желание тоже поступить куда-то в военное такое училище или что такое. Но меня в комиссии там что-то забариковали, короче, значит, не получилось. Папа от отца перенял. Ну, дисциплина – это просто жесточайшая. Интеллигентность. Ну, что такое хорошо и что такое плохо. Это для него не стихотворение Маяковского, это для него жизнь. И надо сказать, что очень удивительно, но не только дедушка был военным. У него в семье, у дедушки три брата и все военных. Пехотинец, летчик и моряк. Капитан дальнего плавания. И еще была сестра. Вот единственный невоенный человек. Они все такие, знаете, ну, очень по-военному такие, все строгие, красавцы. Ну, в общем, не семья, а гордость. Образцом был для меня отец. Он был политруком. Это уже о многом говорит. Был очень дисциплинированный, исполнительный такой человек. Любящий очень спорт. Вот мы всегда там, когда в воинские часа какие-то проходили соревнования, их было очень много, мы всегда присутствовали. Значит, и я все это смотрел, впитывал. И вот так любовь к спорту, она и пришла ко мне. Конечно, отец участвовал в моем, как бы, воспитании. Он меня иногда даже брал на стрельбище. То есть вот такой активный образ жизни – это вот то, что отец был военный. Не будь его, конечно, я бы ничего этого не имел. Как моя сложилась бы жизнь в дальнейшем, трудно сказать. А так вот дисциплинированность, исполнительность – вот это. Это все, конечно, от родителей, в основном от отца. Мама так, конечно, она приглядывала, там все понятно, что-то там запрещала. Но, в принципе, родители были такие, да и я сам своим поведением, вот, не давал там повода. После того, как я закончил десятилетку, вот, в починке, стал вопрос, значит, куда учиться. Но поскольку у меня, мы как-то ездили, ну, такие, как футбол играли, знаете, чуть ли не дворовым командами, турниры. Короче, у меня из кафедры футбола там кто-то заметил, все. И подошли ко мне и говорят, вот мы знаем, что ты заканчиваешь 10 классов, мы предлагаем тебе поступить к нам в Институт физкультуры на кафедру футбола и хоккея. Ну, поскольку у меня, значит, по военной дорожке не получилось, я, значит, поступил вот в Смоленск, в Смоленский институт физической культуры. И там вот 61-62 год, значит, после окончания института там команда сборной города Смоленск играла в чемпионате класса «Б». Значит, вот я играл в этой сборной. Ну, и потом вот так получилось, что меня пригласили в команду «Динамо Минск». Когда я после окончания института физкультуры, значит, меня пригласили там через два года играть в классе «Б», мне было где-то лет 19. Значит, вот там, можно сказать, отсюда началась профессиональная моя игра. За «Минское Динамо» Вениамин Арзамасцев сыграл более 200 матчей. В первом же своем сезоне, в 1963 году, Арзамасцев-игрок завоевал бронзовые медали. А спустя два года был драматический финал Кубка СССР. Сам выход команды в финал этого Кубка, о том, что матч состоится в Москве, в Лужниках, вызвал огромнейший ажиотаж у белорусских болельщиков. Сотни автобусов были направлены в Москву на этот матч. Ну и, естественно, мы, «Динамо» и «Минска», конечно, тоже горели желанием. Хотя мы всегда в Москве неплохо играли, вот так складывались всегда ситуации, даже не знаю почему. Конечно, хотели побороться за этот трофей. И в первом матче, который мы сыграли, он закончился 0-0. Как бы так была равная игра, но был один очень такой эпизод в игре. Я перехватываю мяч где-то в центре поля, двигаюсь в сторону ворот спартаковцев и смотрю, где там мои партнеры, кому отдать этот мяч. Ну и как бы все под прикрытием, я все потихоньку двигаюсь, двигаюсь, наверное, метров уже, наверное, где-то 15 остается до штрафной площади, и вдруг на меня выдвигается спартаковец. И я должен мгновенно принять решение, что мне делать с мячом. Или я его сейчас передержу, у меня отберут, и может быть, контратака, и мы пропустим гол. Или мне надо просто ударить по воротам, как бы потом, чтобы было время. Естественно, я не попаду в ворота, не забью, но будет время успеть вернуться назад. И я принимаю решение ударить. И так получилось, что мяч так лёг хорошо на подъём, я вот так вложил всю силу, ударил в сторону ворот, и я смотрю, мяч летит, значит, где-то вот так вот, на такой высоте, в воротах стоит Маслаченко, и это было влево от него мяч летел. И я так смотрю, и замер, и я смотрю, всё, мяч ближе, ближе, ближе к воротам, и там нету вратаря, вратарь где-то в середине. И я у меня такой, ю-моё, неужели гол? И в этот момент Маслаченко делает шаг-два в сторону, толкается одной ногой, в прыжке вытягивает рукой этот мяч на угловой. Игра закончилась в ничью, и перегровка на следующий день, да. На следующий день мы играем, начали играть, играть, и такой случился эпизод. Малафеев находился в штрафной площади, как бы спиной, ему шла передача такая, ему неудобно было бить, и под ним метр в десяти я оказался. И он мне в одно касание сбрасывает этот мяч, он катится мне навстречу, ну, я взял и ударил поворотом. И с целью что-то там забить там в какой-то, ну, просто ударил в сторону ворот. И мяч так немножко даже подрезался в внешней части подъема, и он прямо зашел вот на такой высоте рядом с боковой штангой. Гол! Вы представляете? И этот гол, который я уже почти там около двух лет в команде, впервые в моей практике был, потому что это как бы не моя работа забивать. Так вот, когда забили этот гол, такая пауза наступила, тишина, и сын Сивидова-Юрка кричит своим партнерам, ребята, вы что, забыли? Вам тренер Константин Иванович говорил на установке, не давайте бить Арзамасцеву. Потому что помнишь, что чуть не забил в первой игре, не дайте бить Арзамасцеву. А у Арзамасцева-то и удар-то не был поставлен такой медаль. Вот так получилась такая судьба, понимаете? Это настолько и я удивился, что вот и так говорил. И вот Бесков об этом сказал на установке своим игрокам. Но, к сожалению, потом пропустили два мяча Хусаинов. Но когда мы вернулись в Минск, и у нас где-то через два дня была уже игра следующей чемпионата, к нам в раздевалку, и явились представители, болельщики из автозавода, мы часто к ним ходили на встречи, и они выточили точные копии этого кубка. И сказали, ребята, вы заслужили этот кубок, вот вам этот кубок, вы своей игрой. А командир части пришел, тоже поблагодарил за хорошую игру, и объявил о том, что всем военнослужащим присваивается мне очередное воинское звание. У нас у многих были эти воинские звания. Это наша как бы там зарплата. После окончания игровой карьеры в Минском «Динамо» Вениамин Арзамасцев провел еще четыре сезона за Селингу из Улан-Удэ и Гомсельмаш, после чего начал свой тренерский путь. После окончания моей игры в высшей лиге, это был 1969 год, нас проводили из большого футбола троих. Эдуард Заремба, Михаил Мустыгин и я. Мы, как говорят, все одногодки. И, значит, Мозер там пришел главным тренером. И хотя, предположим, мы еще могли бы там поиграть немножко, но, как мы поняли, Мозер не хотел иметь в команде уже ребят таких возрастных, которые могли свое мнение высказать, там, может быть, немножко этому он опасался и так далее. Как нам сказали, он поставил условие, что вот я согласен, но уже надо ветеранов как бы особо. И вот нас, значит, проводили. Мне для того, чтобы более качественно проводить учебный тренировочный процесс, не хватает знаний, и надо было подучиться. И как раз в это время пришло предложение, два места выделили на Беларусь, высшую школу тренера. А до этого в первом наборе, когда открылся Вашита, учился Малафеев. Ну и потом шесть дней в неделю, значит, учеба, масса предметов. И, в общем-то, небольшая там, то есть зарплата, сказали, сохраняем те, которые у вас есть, но потолок 350 рублей, да. У меня было 180 рублей там. И, значит, вот такие тяжелые условия. И вот нас там где-то, наверное, на человек шесть-семь работало в школе, да. Все отказались. Но я посоветовался с женой, она говорит, знаешь, если ты хочешь что-то добиться в жизни, надо вот идти учиться. Трудности, да. Но мы тут с дочкой переждем, как бы сделаем все, чтобы ты там обучился и так далее, чтобы чего-то добиться, да. У меня была машина и гараж. Я их продал, потому что надо содержать семью. Ну и поехал на учебу. В программу обучения высшей школы тренера в Москве входили три стажировки. Это стажировки в детско-юмерском футболе. Я проходил стажировку в Спартаке, Москва. Потом была стажировка в команде высшей линии. Я приезжал в Минск и стажировка за границей. Ну, вот мне повезло, что я попал на стажировку в Италию. Вместе со мной был такой игрок Брухтий, защитник из Невчаи, переводится женщина. Мы приехали. Значит, там получилось... Неделю мы жили на базе Милана. Миланелла называлась. И потом на неделю мы переходили к Интуру. Они нас размещали в отеле. Мы посмотрели на тренировку их. И что бросилось в глаза? Ну, профессионалы. Там, кажется, были простейшие упражнения. Но настолько они все четко выполняли, без всякой расхлябанности. Вот знаешь, что, мол, профессионал, ему надо поддерживать себя в таком... Такая почти какая-то тишина стояла. Никаких там особо каких-то криков и так далее, и так далее. Вот это бросилось в глаза. Хорошая тренировочная дисциплина. После окончания высшей школы тренеров я ничего не связывался с Малафеем, ничего. Он просто мне позвонил и говорит, что вот, Владимир Владимирович, я тебе согласен, приглашаю в штаб, будем готовить с тобой команду. Он понимает, что упорядочный, честный человек. Поэтому он вроде старше меня, но он вот как раз... Я пришел, и мы как раз соединились. Вот он, Иван Иванович Савостиков. Вот мы как раз создали трио. В это время Савостиков работал там с дублем. Но он не обучался в школе тренерской. И он меня пригласил и сказал, что моя одна из главных задач – это просмотр молодых игроков и приглашение их в команду. Это одно. И второе – мы с ним наравне все. Потому что у нас был один взгляд на методику, по-научному все и так далее. Мы этим владели, как проводить правильный учебно-тренировочный процесс. И мы с ним... Он готовился, писал конспекты, а мы с ним вместе на футбольном поле проводили эти тренировки. Если в каких-то моментах он мог куда-то, может, к руководству поехать, или его не было на тренировке, я проводил. Но я, предположим, и предложил ему... Я посмотрел студеневские стрима Незагмантовича, Олейникова, затем Шалима нападающего, Метлицкого Саши. Это, в принципе, я приводил. Говорил Эдуард Васильевич, вот, ребят, надо, посмотри, хорошие такие ребята. Но если говорить о Арзаманце, Вене Владимировичу, то у нас это, можно сказать, один из, можно сказать, мозговых центров был, который непосредственно по технико-тактическим вопросам он отвечал. Если у нас, допустим, особенно, когда начались международные матчи, то Владимировича отправляли на просмотр матча, он приезжал нам, буквально все рассказывал. Знания, два гонка, говорится, и маленькая тережка, все знал. Теоретически, очень грамотный тренер, все грамотно, мог разговор, ну, по крайней мере, со мной, очень откровенно всегда, я играл в сборную, интересовался, как сборной, как, что лучше может быть и нам здесь применить, и так далее. То есть, в этом плане тут респект большой, как профессионалу. 83-й год, после чемпионства, он начался у нас не очень хорошо. Здесь, как бы, можно привести поговорку, тяжело забраться на вершину, удержаться на ней и еще тяжелее. Динамо, ну, может быть, впервые за долгие годы стало чемпионами. Ну, это для нас был такой моральный подъем, взрыв, такой столько сил было потрачено всеми. И, если, например, для Динамо Киева, там, это было, как бы, обыденно, они часто были чемпионами и так далее, для нас это был вот такой, как говорить, экзамен. И мы на своем почувствовали, насколько сложно готовить, на следующий год и управлять командой, которая накануне стала чемпионом. Потому что все и игроки немножко как-то успокоились и рассчитывали, что мы будем так же, как и прошлый год, играть. И мы где-то, тренеры тоже в каких-то моментах там слабинку давали, там, знаете, может быть, и так далее. Первое. Второе. Соперники стали совсем по-другому относиться. В середине 83-го года Эдуарда Васильевича пригласили руководить олимпийской командой Советского Союза. Естественно, это такое предложение для тренера любого шага вверх своей профессии. Он принял это приглашение и встал вопрос, значит, кто будет дальше готовить команду. И этот вопрос в те годы решался всегда на очень высоком уровне, на уровне правительства, на уровне ЦК, обсуждали кандидатуру. Как мне говорили, что уходя Эдуард Васильевич высказал свою позицию руководству, сказал, вот мы вместе закончили школу, вместе тренировали команду, у нас один взгляд, я предлагаю вам оставить его главным тренером. Когда уже я вот сборную, меня же сборную не отпускали отсюда, но я когда все-таки решил, что я должен попробовать и на уровне сборной, он мне а кого здесь рекомендовал, я рекомендовал Вениамина Владимировича, я на него как на белого клыка стоял, говорю, вот он, и он действительно так ведь, он сделал все возможное, и третье место потом было, и все остальное, но я еще раз говорю, он очень исполнительный. Я продолжил тот учебно-тренировочный процесс, которым мы пользовались вместе с Эдуардом Васильевичем, вот, фактически все остались игроки, все играют на своих позициях. Те тренировки, которые проводил Малафеев, он в них участвовал, их даже где-то, в которой в какой-то степени все время записывал, все время планы составлял, был, как говорится, четко понимал и анализировал, я по ним уверен в этом, что где были какие-то спады и так далее, это подобно, поэтому ему что-то менять, что-то переделать даже, но это было бы вообще неправильно для тренера. И он это понимал, и он продолжил всю тренировочную программу Малафеева, по крайней мере, мы, как футболисты, ничего не почувствовали, никакой разницы. В 83-м году, когда Эдуард Васильевич принял сборную Советского Союза, он оставил тренером Владимир Чарльза Масцева. Это тоже прекрасный тренер, который теоретик, он вообще идеальный просто, как помощник был, ну и стал очень хорошим тренером, очень уверенно руководил командой после чемпионского года, это было очень сложно, но третье место команда под его руководством заняла. После победы Минского Динамо в чемпионате СССР клуб получил право представлять советский футбол в Кубке Чемпионов. Так Динамо начало свою Еврокубковую историю. Мы сейчас готовимся к Еврокубкам, что это, 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 это надо, то и то надо сохранить и себя проявить, показать Европе, как говорится, что и в Беларуси есть футбол. Первым соперником у нас был Грассхопперс, первый матч мы играли дома, выиграли мы 1-0 со штрафного Юрия Куренения забил. В ответном домашнем матче на стадионе Динамо была зафиксирована ничья 2-2. В 1-8 финала Кубка Чемпионов Динамо не испытала проблем с венгерской командой Рабаэта. Остановила Динамо на пути к полуфиналу Бухарестская Динамо. В сезоне 1984-85 годов Динамо начала свой путь в Кубке Уэфа с 1-32 финала и в двух матчах разгромила финский Хиг с общим счетом 10-0. А вот противостояние со спортингом не оставило равнодушными ни белорусских, ни португальских болельщиков. В 1-8 финала наша команда прошла после серии пенальти. Обыграв польский Видев, Динамо встретилась с Железничаром из Сараева. Но дальше 1-4 финала пройти не удалось. Для меня был всегда самый такой момент трудный в жизни это когда приходилось освобождать игрока из команды. Это очень такое в моральном плане и я понимаю состояние игрока и в то же время за спиной команда болельщики результат и так далее и так далее. Но я думаю значит я в своей жизни поступал так сказать и 50 на 50 и где-то был и добродушный где-то иногда приходилось принимать решения такие жесткие как освобождение игрока и я старался быть сторонником так чтобы футболисты соблюдали режим спортивный то есть чтобы они действительно прогрессировали в своем развитии и давали результат. Он свои эмоции всегда держал при себе Эдуард Васильевич он выплескивал наружу очень часто все свои переживания и отношения к делу а Вени Владимирович он в себе очень многое держал поэтому видимо ему как-то немножко тяжелее было руководить командой у него был такой случай конфликт с Юрием Курнениным после какого-то матча в Москве мы ехали на поезде и что-то с Юрой Курнениным конфликт получился с ним после которого он его очислил из команды потому что тоже он жесткий и требовательный был не смотрел на личности а поступал так как он чувствует чтобы шло на пользу команде решиться освободить Пудышева будем так говорить любимца болельщиков прекрасного футболиста и вот как вы думаете в этом случае тренер какой добродушный или нет понимаете стал вопрос или значит командой будет дальше руководить Пудышев и результаты будут потихоньку ухудшаться или я должен этого человека освободить другого выхода нет его уже не перевоспитаешь и так далее и так далее понимаете я почему говорил я советовал с людьми как быть в этом случае однозначно первое надо найти замену второе однозначно надо решать освобождаться от таких футболистов как бы чтобы несмотря на то что они когда сделали много для футбола и так далее ради сохранения команды и ради сохранения престижа и результата сто раз обдумывал и понимал на что я иду но все-таки я принял это решение и жизнь показала что я поступил очень правильно пришел кистень дисциплина улучшилась сразу увидели что как говорят есть предел и пришел игрок который стал играть лучше чем Пудышев то же самое Курненина почему у него проблема с коленями понимаете они ему мешали играть еще лучше и лучше и он постепенно стал как бы немножко уровень игры его падать и зная его характера он может как бы везде там и сказать там не очень правильно и так далее и значит кого-то на свою сторону может быть перетащить из игроков очень негативно воспринимал то что например я мог его там заменить или оставить в резерве понимаете я исходил из того что как лучше для команды возглавляя минское динамо тренеру Арзамасцеву приходилось принимать сложные а порой и непопулярные решения в 80-м году в связи с тем что команда показывала результаты те которые не удовлетворяют руководство потому что мы всегда были как бы в лидерах мы где-то все но опять я скажу были объективные причины которые ну не помогли нам реализовать наш потенциал вот эта группа главная команда Советского Союза в Олимпийскую значит вот туда-сюда но просто разрывали команду и на мной некоторые игроки ну вот в частности Олейников у него даже такая появилась привычка не очень хорошая он почувствовал что он востребован в сборной Союза что там хорошие условия и материальные и все такое и он иногда в игре за команду не выкладывался так на все свои 100% боясь получить травму ее могут не вызвать сборной Советского Союза я видел что это проглядывается дальше предположим он очень однажды нехорошо поступил когда мы приехали играть в Одессу Черноморец и мы выходим на предыгровую тренировку то есть завтра игра сегодня и я смотрю и говорю а где Олейников почему его нет говорят что он вроде бы что-то заболел у него травма я говорю но в таком случае мы же договариваемся игрок подходит к тренеру и говорит что у меня вот тут я смогу не смогу и окончательное решение принимает врач который мне говорит что Иванов Олейников лучше не тренировать не дать ему тренироваться у него там болевые ощущения там надо поберечь то есть я должен знать Сережа я говорю что это за дисциплина хочу на тренировку приду хочу не приду не ставя в известность тренера то есть уже человек немножко себя там видит только в сборной Советского Союза а тут в такой команде можно немножко там и посочковать и что-то сделать такое значит ради себя не соблюдая дисциплину вот ну и вот вот такие такая была ситуация после работы в Минском Динамо Вениамин Арзамасцев отправился в Алжир тренировать команду Бордж Минаэль хотя в советское время мало кому удавалось уехать работать за границу когда я приехал у них закончился чемпионат команда заняла 10 место и я в следующем сезоне начинал начинал значит чемпионат и мы этот сезон закончили на 6 месте для команды вот такого средненького уровня будем даже сказать и бедновато это было нормально о бедности говорить даже то что например у нас было поле на котором мы играли оно было песчанное без травы его перед игрой машина выезжала сбрызгивала и потом укатывала на следующий год мы заняли пятое место на следующий год мы заняли четвертое место и у меня закончился контракт и надо было уезжать хотя значит президент очень просил серза ну поработай все я говорю ну это же не от меня зависит это же политика провожали меня очень знаете я сидел с женой чуть не расплакался они все собрались игроки руководства там у президента благодарили нам какие-то халаты подарили национальные там это так были довольны что вот неплохо у нас с ним получилось жалко было расставаться после работы в Алжире Вениамин Арзамасов вернулся в Беларусь и вновь стал работать тренером в Минском Динамо также поработал в тренерском штабе Динамо 93 и сборной Беларуси Вениамин Арзамасов как игрок и тренер пережил многое одержал немало побед и познал горечь поражений но этот путь он проделал не один рядом всегда была семья мама тот человек который ругал папа это воспитание только словом более того даже слов было не нужно он только посмотрел и все сразу становилось ясно строгий но справедливый но но просто удивительно насколько внутри не то что боялась а такое безмерное уважение папина слово закон и для этого ему особенно ничего не нужно было делать и ничего говорить это как бы всегда читалось за кадром однажды он был за границей и он мне сказал перед отъездом будешь хорошо себя вести куплю тебе куклу и вот она оттуда звонит и первый вопрос как ты себя вела я плачу на взрыв и говорю плохо врать ему было бесполезно но куклу мне все равно привезли счастье моей жизни первое это когда я будущее играю в Смоленске встретил вся с любимой девушкой мы там в 62-м году с ней расписались и потом вместе с ней вот переехали сюда в Минск и конечно она была моим тылом и я мог спокойно уезжать и в командировки и на игры и так далее зная что жена моя там все сделает мама в семье да это генерал это направляющая и руководящая сила конечно вот дело в том что уже выросшие в семье спортсменов и вот у меня сын спортсмен это люди не соприкасающиеся с бытом со многими житейскими вопросами они должны быть немножко ведомы в жизни особенно в быту и принятие каких-то решений у них такая целеустремленность на спорт они многого не видят у них не 180 градусов скажем так угол зрения в жизни поэтому так и поэтому мама да это та которая руководила советовала и нам и ему в общем да основное составляющее звено нашей семьи дедушка меня привел за руку на футбол он оказал огромное влияние на всю мою футбольную карьеру как бы я ему благодарен за это все он оказал огромное влияние и на мою семью и на меня и на тренеров которые меня тренируют я ему очень сильно благодарен за это трудно себе представить насколько они похожи это не то слово гены это просто какая-то копия во всем даже как кушают даже как спят дисциплина в одно и то же время лечь спать собраться на тренировку какие-то моменты решать какие-то записи вести это что-то вообще такое вот очень похож поэтому они с дедушкой сейчас конечно друзья это ежедневные созвоны что-то какие-то советы что-то как а как лучше сделать а как поступить а как я сыграл а как и мне сыграть это это у них вообще такое единение что тут я не советчик в этих делах и муж мой тоже это дедушка для него мы с ним каждый день беседуем о тренировках о играх прошедшие игры тренировки расспрашивает меня все время как бы я ему отвечаю все время меня переспрашивают о чем-то видно что хочет помочь мне хочет чтобы я чего-то добился в футболе Даня Карзамас играет у нас в дубле в позиции левого защитника также способен играть левого полузащитника но все-таки более профильная позиция левого защитника работоспособный выносливый любящий подключаться в атаку хорошо играющий в обороне это наверное такой самый его плюс как бы скажем так ответственный парень который реально хочет играть в футбол и хочет пробиться в футболе с большой самодачей работающий на каждой тренировке видно что он отдается иногда единственное кажется что возможно фамилия на него чуть-чуть давит он такой иногда чересчур прямо ответственный но надеемся что с него получится хороший игрок так же как и был дед счастье что вот такая у меня получилась семья и плюс конечно счастье второе что вот я занимался любимым делом футболом и везде работал старался честно относиться да были какие-то ошибки потому что работать с людьми их не избежать вот и я до сих пор некоторых может быть вспоминаю с сожалением но ничего не сделаешь это жизнь такая но я говорю это не ради корости а ради общего дела ради футбола мне приходилось принимать такие решения поэтому конечно вот это счастье что у меня такая была семья вот и счастье что я оказался почти всю жизнь связан с футбольным клубом Динамо где сейчас занимается мой внук и это сейчас ну что для меня сейчас внук это главная моя цель в жизни что я что я не знаю что я это я это я Субтитры создавал DimaTorzok